Вы в движении, или как это называется, инициативная группа Narva Bright Actions. Вы в одно время делали домики для детей, чтобы они читали книжки. Это когда было? У нас один еще до сих пор не установлен, но продолжается. Установили два, было это в прошлом и позапрошлом году. Третий домик готов, но вот столкнулись со сложностями. Третий, оказывается, проект необходим. Скажите, а вы вообще их проверяли, они все на месте? Ну, спалили один, конечно, проверяли. И, по-моему, спалили через три дня, да? Потом установили, кстати говоря, вот что приятного, домик спалили, это не приятно. А приятно то, что его захотел восстановить Сергей Богданов, просто житель, который в этом микрорайоне живет. Он сам сделал новый домик. Мария Самбуренко, она его разрисовала, они сделали новый. Отломали опять, правда, крышечку у него. Он говорит, без крышечки сейчас. А если бы пресса написала, что в Нарве сожгли домики для чтения детишкам, вот что? Это, наверное, написали. Я думаю, что написали. Вот очередной такой всплеск. Я бы хотел отметить, кстати, те МТЮ или тоже инициативные группы, которые есть и в Нарве, и в Эдавируме, я даже хочу их назвать. Это Хинги Союз, очень активная, Бронислава Пупкевича, занимается организацией праздников, дней рождения для детей, которые социально малообеспечены. Мы тоже являемся, как бы, перетекаем члены нашей группы в ее группу, и наоборот, я считаю, что очень достойно. И вы знаете, что называется, благое дело делается в тиши, и совсем не обязательно об этом, может быть, даже и знать. Да, позитивный имидж, опять же, сейчас вот перейдемся к первой части передачи. Очень хорошо, говорите, да, очень хорошо. Мотус, ребята, по-моему, очень правильным делом занимаются, толковым. Здоровый образ жизни, многочисленные забеги, очень интересно проходят. Благотворительный фонд Ray of Sun, занимающийся лечением, сбор средств для онкологических детей с онкологическими заболеваниями. Вот знающий доброй самаритянин Маргарита, который скрывается под ником Бородячий огонек, тоже занимается сбором, особенно под Рождество, средств для малообеспеченных, особенно детей. По-моему, это дети, которые лежат в больнице, да? Да, и благотворительные концерты перед Рождеством от Нарского молодежного центра, которые тоже берут какого-то нуждающегося в помощи человека. У нас через пару дней будет фестиваль мнений, рядом с замком, тоже, в принципе, одно из проявлений гражданской активности. Как бы вы оценили по пятибалльной шкале, как этот фестиваль мнений может повлиять на нарвитян именно в плане гражданской активности? Может быть, подстегнет, может быть, нет. Ну, скажем так, с учетом того, что было в прошлом году, я бы поставил три с плюсом, потому что появились новые идеи, новые проекты у горожан. Сколько? Затрудняюсь сказать, потому что затрудняюсь сказать, насколько этот фестиваль реально подталкивает. Ну, может быть, тоже как-то... Очень коротко. Я затрудняюсь сказать, поскольку не участвовал. Хорошо, я тоже затрудняюсь, потому что в субботу пойдем и посмотрим, что же нам этот фестиваль мнений может сказать и как стрястнуть нашу активность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok